27 лет, и в 27 лет есть вещи, которые заставляют тебя чувствовать старым. Например, технологии. Просто технологии развиваются очень быстро. Настолько быстро, что... Есть зарядка для пятого айфона? Не, у меня только для четвертого. Серьезно? Слушай, я даже не буду спрашивать, если я прикурю. И сейчас все так сложно, все эти технологии такие сложные. Если что-то ломается, ты уже не можешь это починить самостоятельно. Я не знаю, как вы, но когда у меня зависает ноутбук, я просто дергаю мышкой. Если это не помогает, а это никогда не помогает. Не было ни одного случая, когда, Витя, у меня завис компьютер, ты не могу помочь? Легкотня. И чтобы вы понимали, что это за человек, я тот человек, который, когда не работает пульт, думает, чем сильнее нажать на кнопку, тем лучше будет сигнал от пульта. А если это не помогает, я помогаю себе рукой. Я в плане технологии, я представитель старого поколения. Просто в моем детстве не было всех этих гаджетов. У нас было только Дэнди. И Дэнди было не у всех. У меня не было Дэнди, поэтому я ходил к другу и смотрел, как он играет в Дэнди. Самое унизительное занятие. Сидишь, ждешь, пока он захочет в туалет. Желаешь ему смерти. В игре, в игре. У современных детей нет таких проблем. Я ехал в метро. Пацан мелкий, 10 лет, достает iPad по Bluetooth, законнекция с другим пацаном, который тоже iPad. Они по сети начинают играть в Mortal Kombat. Знаете, что я делал в этот момент? Смотрел, как они играют. Снова почувствовал себя ребенком. Время идет, а я стабилен. Я просто помню те времена, когда интернет был медленным. Когда самый быстрый интернет был медленным. Кто из вас помнит те времена, когда прежде чем зайти в интернет, ты шел к родителям и спрашивал, «А вам нужен телефон?» «Вы собираетесь кому-то звонить?» Ты реально звонил в интернет? У тебя был модем, он такие звуки издавал. Ты реально за него переживал? «Давай! Ты справишься?» И интернет был очень медленный. К тому моменту, как информация загружалась, она уже устаревала. Серьезно, интернет был медленным, поэтому, когда мы переписывались, все было только по делу. Никаких лишних знаков, никаких смайликов. Сейчас все постоянно ставят смайлики. Сейчас, чтобы не показаться бесчувственной скотиной. у которого нет сердца, после «Привет!» ты должен поставить скобочку. А если ты не ставишь смайлик, то люди думают, «О, серьезно?» Шутки закончились. Интернет расслабляет. Любая девушка может зайти в интернет, скачать рецепт какого-то блюда, и она подумает, что она умеет готовить. Современные девушки, на самом деле, не умеют готовить. Не все! Я встречался с одной, она потрясающе готовила. Когда мы занимались сексом, она спрашивала, «Что мне для тебя сделать?» Я думал, «Сделай котлеты. Сделай котлеты. Нет, я рад, что технологии развиваются. Понимаете, я рад, что в России уже изобрели первый русский смартфон. Он называется «Йотафон». В Кремле его презентовал генеральный директор компании «Ростех» Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Это выглядело вот так. «Дмитрий Анатольевич, вот первый русский смартфон». Скажите, пожалуйста, а детали тоже русские? Китайские. А собирают в России русские ребята? В Сингапуре, сингапурские. Я думал, следующим вопросом Дмитрия Анатольевича будет... Прошу прощения, «А вы русский?» «Я русский». «Ну, неплохо уже». И самое удивительное, что у русского изобретения английское название. Но как обычно называют русские изобретения? Они называются в честь изобретателя. Например, Люстра Чижевского, Мась Вишневского. С йотафоном такого не произошло. Я думаю, потому что они пришли к изобретателю и сказали «Чувак, давай назовем это в твою честь». А он такой «Да не, не надо». «Да ладно, чувак, ты же изобрел первый русский смартфон». «Да не, у меня дети в школу скоро пойдут». Технологии захватили все сферы деятельности, населения. Я недавно шел по улице и видел, как из Гелендвагена вышли две монахини. В такие моменты начинаешь верить в Бога. И для меня это нормально. Для меня это нормально. Я считаю ненормальным, когда ты отрицаешь современные технологии. Знаете, есть люди, которые говорят «Я не люблю электронные книги». «Я люблю слышать шелест страниц, чувствовать запах переплета». «Если тебе нравится запах клея, это твои проблемы». И все это позерство. Я не видел ни одного человека, который бы читал вот так. Я люблю слышать шелест страниц. Я представляю, как эти люди... И все это касается... И все это касается только книг. Во всех других сферах они используют современные технологии. Идите тогда до конца. Что, стиральная машина? Не, я предпочитаю реку. Люблю слышать шлипкие, мокрые одежды об камне. И я рад, что новые технологии развиваются. Я не понимаю новых тенденций в моде. Знаете, сейчас модно делать туннели в ушах. Зачем ты сделал две дополнительные дырки в своем теле? Просто помните, мы прошли огромный путь эволюции. На нашем теле идеальное количество отверстий. И у каждого есть своя функция. Нет такого отверстия, которое бы ты не знал, зачем оно. А если есть такое отверстие, то к врачу. Срочно. Или дождись совершеннолетия. 27 лет чувствую себя старым, когда ходишь на вечеринки. Недавно ходил в гости к друзьям, и мы играли в монополию. Помните, какие вечеринки были в 17 лет? Боже, там были такие вечеринки, как будто ты больше не планировал жить на этой хате. И когда ты устраивал вечеринку на хате, ты обязательно устраивал там дискотеку, на которой ты танцевал медляки. Помните, что это были за медляки? О, говорят, аргентинская танго, танец страсти. Ничего подобного. Двое пьяных 17-летних подростков танцуют медляк на хате. Вот это танец страсти. Ты брал девушку. Ты брал девушку. Ты не всю ее прижимал. Вы прижимались только бедрами. Максимально. И обязательно надо было делать круговые движения. У многих девушек, которые тогда танцевали медляки, сейчас проблемы со спиной. Мне кажется, девушка, когда второй раз шла на такую вечеринку, останавливалась перед подъездом, такая, о-о-о, надо подразмеряться. Сейчас начнется просто. И помните, надо было обязательно проснуться первым, чтобы свалить по-тихому и не убираться. Однажды мой друг нажрался настолько, что забыл, что вечеринка была в его хате и ушел первым. 27 лет и чувствуешь себя старым. Отвратительно. Отвратительно. Я вот недавно сидел на кухне и макал сухарик в чай. И в этот момент позвонил друг и предложил пойти в клуб. Я начал что-то отнекиваться. Но никто так не может мастерски тебя уговаривать, как твои друзья. Серьезно. Друг говорит, пошли в клуб. Ты говоришь, я дела на завтра запланировал, мне надо маме помочь. И друг говорит просто одну фразу, которая все решает. Он говорит, да ты... Какая-то фраза. В этот момент начинаешь думать, да, действительно. Мне кажется, эту фразу надо взять на вооружение в каких-то других местах, например, в других организациях. Например, в Макдональдсе. Представляете, в конце заказа тебя спрашивают, пирожок брать будете? Нет. Да ты... Спасибо большое, дамы и господа. С вами было очень хорошо.